Доброе утро! Вы смотрите программу «Наше утро» на телеканале ОТВ. Этот день вместе с вами встречаем и Стёпа Арефьев. Марина Гесс и программа «Наше утро». Я напоминаю, сегодня мы говорим о детском саду, говорим о маленьких прекрасных детках. Да, вот если ребёнок часто поёт, повторяет песенки из мультфильмов, любит выступать, устраивает концерты дома, мне кажется, стоит сделать уклон на развитие вокальных способностей. Психологи и музыковеды утверждают, что каждый ребёнок может найти и проявить себя через пение. Да, но если ваш малыш проявляет интерес к музыке, ну попробуйте записать его в школьный хор. Хотя бы. Да, или записать на курсы вокала, или просто попеть с ним вместе дома. Ведь занятия вокалом подходят всем деткам, вне зависимости от характера, темперамента, вне зависимости от физических данных и даже пола. И девочки и мальчиками. Да, вот обычно учить детей петь начинают в возрасте от 5 до 7 лет, но в некоторых случаях дети занимаются из 3 лет. Конечно же, занятия в этом возрасте очень короткие по времени и проходят в форме игры. Да, у нас уже были такие детки, детки выступали. А если ребёнку действительно это по душе, то он начнёт проявлять себя, как, например, Дмитрий Скривел. Дим, привет, он сегодня у нас в студии. Да, у нас в гостях солист образцовой студии эстрадного вокала Тути, лауреат всероссийских конкурсов. На минуточку. Финалист детской музыкальной премии Music Star Kids, 5-летний Дмитрий Скривел. Доброе утро. Дим, привет, сразу давай пятёрочку. А, вот это я понимаю, это финалист. Финалист, да? И прямо сейчас Димка дал нам пятёрочку и споёт песенку. Песенку Пончика и Сиропчика из мультфильма «Приключения незнайки». Давай, давайте музыку. Вероятно, любит всякий и я, и ты. Кулевяки, казинаки, и ты, и я. Пряники, рогалики, с тобой вдвоём. Пончики, сухарики, жуём, жуём. На палочках петушки и с повидуом пирожки. Нет, не случайен наш союз. Нам вместе никогда не грустно. У нас с тобой отличный вкус. Мы обожаем всё, что вкусно. На палочках петушки и с повидуом пирожки. Можем съесть без передышки. И я, и ты. Сейки, кольчики, коврышки. И ты, и я. Апельчины, мандарины. С тобой вдвоём. И малину из корзины. Жуём, жуём. На палочках петушки и с повидуом пирожки. Нет, не случайен наш союз. Нам вместе никогда не грустно. У нас с тобой отличный вкус. Мы обожаем всё, что вкусно. На палочках петушки и с повидуом пирожки. Мы вместе никогда не грустно. У нас с тобой отличный вкус. Мы обожаем всё, что вкусно. А под самый под конец малосолий огурец. Дим, браво! Молодец! Вот смотри, надо, смотри. Вот так вот спел. Вот просто вот так вот. Особенно про огурец солёный. Вот тебе дома точно сегодня дадут солёные огурецы. Любишь солёные огурцы? Нет, всё же пирожки. Да, отлично. Ну что ж, спасибо, Димочка. Спасибо. Спасибо тебе большое. Я напомню, что у нас в гостях был солист образцовой студии эстрадного вокала «Тути». Лауреат всероссийских конкурсов. Финалист детской музыкальной премии «Мьюзик Стар Китс». Пятилетний Дмитрий Скривил. Да, вы будете ещё гордиться, что он пел в нашей рубрике, ещё рассказывать, что вы видели самого Скверла в детстве ещё, когда он начинал свой творческий путь. Ну а впереди у нас рубрика «Прогулки по городу». Давайте узнаем, где в нашем городе можно увидеть и узнать историю Челябинска. Давайте посмотрим.